Выходные окрестностей Мяса вновь наполнились звуками песен у костра. Мы принимали у себя в гостях участников гостей 37-го фестиваля авторской песни. Кстати, фестиваль в этом году можно считать юбилейным, ведь ровно 40 лет назад звуки Эльменки зазвучали впервые. Правда, фестиваль за это время не проводился несколько лет. Именно поэтому нынче он 37-й. Чем Эльменка удивила гостей в этом году, смотрите в нашем сюжете. В этом году к организации Эльменки подошли по хозяйски. Волонтерская служба следила за чистотой и помогала с размещением гостей. Удалось избежать огромного скопления машин на поляне и разместить их на специальных парковках. В охране общественного порядка были задействованы 375 сотрудников полиции, около 90 человек ОМОНа и 20 представителей казачества. Главная задача – не допустить административных правонарушений. Пьяных в разы меньше. То есть фестиваль становится культурней, то есть более обширный и организованный. Если человек не нарушает, никакое правонарушение совершает административное, то есть мы стараемся объяснить, что нужно пойти поспать в конце концов. Люди понимают, что здесь в основном люди взрослые, с детьми. Проблем не возникает, еще раз говорю. Правда, в последние сутки фестиваля его гости все-таки проявили привычный для этого мероприятие нрав. По сводке, предоставленной пресс-службой Мясского отдела полиции, была зафиксирована одна кража, два сопротивления сотрудникам полиции, а также задержана группа лиц по подозрению в хранении наркотических средств. Негласный девиз фестиваля – то, что все барды в гости к нам, в этом году в очередной раз подтверждается. Только в официальной программе в первый день прослушивания зарегистрировано более 150 взрослых участников и более 120 детей. Но все-таки большинство зрителей едут сюда за красивыми песнями, хорошим настроением, необыкновенной атмосферой. Палаточный лагерь наполнен звуками песен под гитару. На площадке Республики Будущего выступает подрастающее поколение бардов. На главной площадке, между тем, аншлаг – гвоздей фестиваля зрители встречают овациями. В городке периферийном отдают весна бензином, Дремлет сладко замороченный народ. Передеет мгла на трассы, На которой белой краской Написал какой-то местный идиот. С добрым утром, любимая Крупными буквами С добрым утром, любимая Не жалея белил И лежит нелюдимая Надпись огнеманья Из луны различимая Из окрестных светил Не хотели зрители отпускать со сцены и другого хедлайнера фестиваля Сергея Трофимова. Артиста, начинавшего свой творческий путь еще на знаменитом Грушинском фестивале, порадовала атмосфера, царящая на поляне. Ветер в голове А я влюбленный Во всех девчонок Своей во дворе Мы видели столько мест Где я еще ни разу не был Ветер в голове Портрейн крепленный И песни под гитару Далее А над головой Распахнутая Настя штрепа Чуть ранее на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, Олег Митяев уверенно ответит на вопрос, для чего сюда каждый год приезжает зритель. Это за уровнем, в общем-то, песен, уровнем поэзии, и вот эта поэтическая составляющая тоже расширяется для того, чтобы хоть какую-то альтернативу нам составить телевидению и радио, и тому, что мы слышим чаще всего сегодня. А певец Трофим в общении с журналистами будет предельно краток. Счастлив горд каюсь. И лишь потом более подробно расскажет собравшимся о том, что сильно жалеет, что не посещал это место раньше. Горжусь тем, что нахожусь здесь, отмечает Трофим. Фестиваль начался спонтанно, с помощью группы энтузиастов, а теперь это одно из важнейших явлений, которыми мы противостоим современному обществу потребления. Порядка 40 тысяч ценителей музыки расставили свои палатки на берегу озера Ильмень в этом году и наслаждались авторской музыкой на протяжении всего уикенда. Игорь Каблуков, Юрий Карпов, программа 24 мяса.